Дом 4А по улице Зои Космодемьянская. Бригада управляющей компанией усердно трудится на благо чистоты. Едва ли не до дыр натирают перила лестниц, моют входные группы подъездов, что называется, на совесть. Правда, по словам жильцов, людей с пульверизаторами в своем доме они видят впервые. В том доме двятиэтажном несколько раз приходили, делали динфекцию, по-моему, 30-й дом. Потом вот 26-й дом. Вот в этом доме, который за нами стоит, там, ну, практически через день. Я вижу в костюмах людей, которые приходят и все это делают. Здесь я еще ни разу не видел ничего. В управляющую компанию, говорят, химчане обращались не раз. Но оттуда не то, что отписок. И вовсе никаких ответов не было. Идут жалобы в связи с тем, что просто не видят, как идет обработка. Мы убираем где-то с 9 до 10 и повторно с 16 до 17. Добиться справедливости решили через администрацию. Реакция властей ждать себя не заставила. Буквально на следующий день коммунальщики приступили к своим прямым обязанностям. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Дмитрий Чистяков проверил, как с работой справляются сегодня. Мы проводим проверки не только санитарной уборки подъездов, но и на предмет обработки всех элементов входной группы, элементов в принципе подъездов по поручению губернатора, для того, чтобы люди не могли заразиться коронавирусом. Снизить риск заболевания до минимума пытаются всеми способами. Даже ворсиные коврики из подъездов убирают. Безобидные предметы интерьера могут стать возбудителями заболеваний дыхательно-легочной системы. Очень много астматиков, очень много аллергиков. И сейчас весна, начнется пыльца, пыль. И, естественно, это все не доставляет удовольствия тем, кто имеет такие заболевания хронические, которые в принципе подвержены заражению коронавирусом. В целом результатом довольны, но, говорят представители администрации, ситуацию продолжат держать на контроле. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров, Новости, Химки ТВ.